Всем привет! Представляете, я только что проснулась и мне нужно идти сейчас по делам и в ФМС, и на почту. В общем, дел куча. Я даже собраться не могу, потому что воды нет, отопления нет и света нет. Короче, это вообще, я не знаю, что происходит в городе. В нашем районе нигде света нет. Я так подозреваю, что, наверное, и отопления тоже нет, и воды нет. Я сначала думала, что нам отключили это всё за неуплату или ещё что-то, но мы платим исправно. Только вот сейчас из-за того, что я работала, у меня не получилось до 20-го числа заплатить. Сегодня 21-е, и я иду именно 21-го платить. Я не знаю, могут ли отключить, если ты заплатишь 21-го. Я просто не в курсе, как здесь это всё обстоит. В общем, честно, я даже не знаю, что теперь делать, чем умываться и всё остальное делать. Мы покупали в бутылях воду, и в эти бутыли, когда питьевая вода заканчивалась, я добавляла воду на всякий пожарный. У меня всегда так было в семье принято. Я несколько бутыльков припасла. В общем, сейчас буду их, наверное, израсходовать. Но это, честно, это жестяной вариант. Короче, ни один магазин не работает. Капец. Почта не работает. Фоней сработал, конечно, но мне к двум часам туда. Но теперь, ой, жесть, забежала только в аптеку, купила себе зубную щётку и зубную нить, потому что утром была катастрофа вообще. Закончилась зубная нить, причём она закончилась давно, но я забыла её купить. И вот быстро пришлось идти покупать, потому что капец, чистить нечем. Я так, честно, привыкла чистить зубную нитью зубы, что без неё просто сегодня вообще как без рук. Я щётку купила, не поверите, за 200 рублей. Ну, решила попробовать там какая-то от Рокс. В общем, попробую, потом как-нибудь расскажу. У нас, кстати, как видите, моросит. Нет снега уже всё, растаяло буквально за полтора дня, наверное. Ну, всё, прошла зима. У нас на улице туман. Как я уже говорила, всё растаяло. Снега уже вообще нигде нет. И вот изморозь такая уже два дня. На улице вообще теплым-тепло. Не знаю, я одела шарф в свою парку. Вот это, мне кажется, я просто сжарилась. Ещё лифт не работает. Я поднималась по ступенькам. В общем, короче, всё как всегда. Сегодня какой-то вообще странный день. Зашла домой перекусить. Поеду туда опять и буду смотреть, что как там получится. Потому что есть возможность получить документы бесплатно. Ну, как есть возможность. Есть такой вариант. И я его хочу попробовать. На платное я записалась уже, но это нужно ждать там два дня. Да, если я, может, подфартит сегодня, получу документы. Это будет вообще, я не знаю, наверное, подарок к Новому году от ФМС. Хотела ещё сегодня снять видео, но я так подозреваю, что навряд ли у меня это выйдет. Опять же, ехать в ФМС неизвестно, сколько я там пробуду. Но до вечера это однозначно. И нет света, нет какой-то такой возможности снять это всё. Потому что мне как бы свет особо и не нужен. Но если вдруг сядет камера, у меня не будет возможности её просто зарядить и доснять дальше какой-то кусок либо фрагмент. Я сомневаюсь, что мне хватит полного заряда камеры на съёмку одного видео. Тем более, что я уже снимаю как бы. Я подозреваю, что мне не хватит, но рисковать не хочу. Просто потом меня такие психи бьют, честно. В общем, как-то не хочу сегодня нервничать. Поэтому сегодня снимать видео не буду. У меня ещё есть там несколько отснятых материалов. Я их отредактирую и выложу вам. Так что ждите новых видео. Рада вообще общаться с вами. Рада, что мы обсуждаем какие-то темы. Это очень меня радует. Всё равно обратная связь, конечно, имеет место быть. Она должна быть, потому что без обратной связи как-то не то, что неинтересно снимать даже видео. Просто в них смысла просто нет. Поэтому я очень рада с вами общаться. Я очень рада, что вы заходите ко мне на канал. Помимо комментариев, вы ещё и лайки ставите. Это вообще чудесно. Вы вообще молодцы. Вот, кстати, то, что я покупала. Нить от Oralby. Кстати, она очень-очень тонкая. У меня до этого была сплата. И она в два раза шире была. Но всё равно мне нравилась. Взяла в этот раз тоже вощённую. Она такая немножко ребристая. И такая неровная. В общем, хорошо вычищает грязь из зубов. И взяла вот такую щётку от Рокси. Кстати, не видела, что она такая скошенная. Она лежала у них вот так. И особо не видно. Я думала, она ровная именно щетином. 200 рублей стоит всё удовольствие. В общем, дорогая щётка. Я такие обычно не покупаю. Дорогие. Решила просто попробовать. Может быть, хватит её на дольше, чем таких более дешёвых. Хочу вообще какую-нибудь ультразвуковую взять. Или какую-то, как они там называются. У меня утро начинается как обычно. Всё как всегда. И да, я заболела конкретно. Я думаю, по голосу моему слышно. Я вообще, не знаю, будет меня понятно или нет. То, что я говорю. Потому что я иногда сама себя не понимаю. Пью вот эти чаи. Вчера взяла. Простите. Не знаю, что у меня. Потому что к врачу не ходила. Но у меня, знаете, в горле такая пробка стоит. У меня ничего там не отхаркивается. Знаете, как бывает, пару дней там пробка постоит. А потом уже начинает всё отхаркиваться. У меня такого не было. У меня она до сих пор. И я не могу не откашляться, ничего. Потому что мне очень больно кашлять, есть, говорить. Короче, это жесть. Не советую болеть никому никогда. Одевайтесь, девочки, тепло. И мальчики тоже. Потому что это не очень приятно. Вот я провожу своё утро. Капец. На голове вообще какой-то ужас творится. Я действительно только-только проснулась. У меня вообще такое состояние было. Нестояние. Я ни видео не могу снимать. Ничего не могу делать. Потому что я не могу нормально говорить. Если говорить вот так, то, может быть, и можно что-то снять. Ну, это, конечно, баловство. Это всё несерьёзно. Поэтому, если видео будут выходить не по графику, я думаю, девчонки, вы не обидитесь на меня. Сейчас просто много всего так навалилось на меня. Но поделюсь этим всем, наверное, с вами попозже. Не только после Нового года. Наверное, ещё попозже. Потому что не хочу сейчас грузить вас своими проблемами. Желаю вам не болеть никогда. Быть всегда здоровыми, бодрыми и всегда с хорошим настроением. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok